Всем привет! С вами Израэль и Кузьмин. Я мучился, ну, наверное, месяца два плюс-минус. Не было свиданий с девушками, с которыми я знакомлюсь в дейтинговых приложениях. Не было, потому что конкуренция безумная, безумная. Не те сейчас времена, чтобы кого-нибудь себе искать в пьюре, твинбе, азбуке верности, тиндере и так далее. Не те времена. Но за неимением, так скажем, альтернатив в виде, опять же, коллектива рабочего или учебного приходится мне лезть в интернет. И мучиться, и ждать. Ну, наконец-таки я дождался. Меня, ну, спасает только то, что все-таки имеются девушки, которые способны делать первый шаг. Способны делать первый шаг. Хотя бы просто тупо лайк поставить. И вот в данной ситуации все как раз-таки с лайка началось. Я лишь его поддержал и так раскрутил эту тему, что вот через четыре дня мы уже с девушкой из пьюра встретились. Сегодня, то бишь. Давайте, чтобы ни у кого не было иллюзий. Слоган пьюра. Знакомство без стыда. Буквально несколько дней там был слоган кекс-позитивное знакомство. Наклон, уклон, кулон в этом приложении очевидный. На быстрые встречи. Одноразовые в основном. Но вы меня прекрасно знаете. В общем-то, мне это мягко, скажем, не подходит. Одноразовые встречи, эти кексы, беспорядочные половые связи, это все не православно. Это не моя тема. Но на войне все средства хороши. Еще раз. Опять же, за неимением альтернатив приходится использовать дейтинговые приложения, в том числе пьюр. Даже на помойке, долго роясь, роясь, можно найти айфон последней версии. Если эта помойка, допустим, припаркована где-нибудь на Рублевке. Может же быть такое гипотетически? Там, случайно кто-нибудь выкинул. Случайно кто-то зашел в пьюр. Супердевчонка какая-то. Может такое произойти? Может и мне случайно попасться? Все может быть. Мы сейчас надеемся, это в общем-то только на случайность. И только на удачу. И на судьбу. И на мои и ваши молитвы за меня и за вас. Но сегодня судьба оказалась в очередной раз, к сожалению, не на моей стороне в поиске серьезных отношений. Далеко не на моей. Девушка из пьюра в очередной раз попалась сюрпризом. Кто меня давно смотрит, в общем-то я все видео со свиданий, с отчетами, публикую. И последние встречи с пьюра, ну вы знаете, что там за девчонки были. Особенно Машенька. Какой там у нее глобальнейший был, в общем-то, большой сюрприз. И здесь, в общем-то, она долго не тянула, в отличие от Маши, сегодняшняя девчонка. И мне сразу же рассказала. Почему? Потому что я копаю, копаю. Я люблю копать. Рассказывать мне есть что? Я все рассказываю на канале. Пускай она подписывается на Израиле Кузьмин. А вот я же не знаю, что у нее за жизнь. И поэтому я копаю, копаю, рой с рось. И сразу же, в общем-то, я разузнал информацию, о которой спешу поделиться. Для начала нужно же вообще рассказать, что это за девчонка, да? Уже неприлично так, поставившая мне лайк первой. Она, как мне нужно, творческая, талантливая, понимающая, соответственно, и мое творчество она понимает. И, в общем-то, училась она в Шадре у нас, в художественном училище. Художник, дизайнер. Все, как мы любим. У меня есть одноклассник Паш Павель. Он тоже в Шадре учился. Я спросил, кстати, у него, ты его знаешь? Нет. Потом есть еще мальчик, там, ну, из более дальнего окружения, Владик Шестаков. Он тоже в Шадре учился. И тоже, кстати, на дизайнера, как и она. Ну, не знает она, к сожалению, потому что все-таки на два годика нас моложе. Ну, тем не менее. Зовут девочку Дина. Не Диана. Не Динара. Не Динамит. А именно, вот, полное имя Дина. В общем-то, мне это имя известно, потому что одна из любимых маминых писательниц Дина Рубина. Еврейская, хорошая писательница. И, соответственно, девчоночка Дина тоже из интеллигентной, творческой, еврейской семьи. Со всеми вытекающими. Это прекрасно. Чтобы сразу же, как бы, с козырей. У нее отец достаточно известный, там, вот этот, вот, монтажист, визажист, монтажер, видеомонтажер, видеорегистратор. Чтобы вы понимали, он продюсировал и организовывал первые концерты «Монеточки». Кстати, с «Монеточкой» учился мой друг Сережа. Это прекрасно. «Монеточка» из Екатеринбурга, я из Екатеринбурга, Сереженька тоже из Екатеринбурга. То есть мы все, прямо, связаны воедино. Мир тесен. Мама у нее работает актрисой театра, известного тоже по всему миру, нашего Екатеринбургского, Свердловского театра имени Каляды. Николая Каляды, который очень любит тюбетейки. У меня мама не только Дину Рубину любит, но и данный театр, и Николая Каляду, и, соответственно, периодически захаживает на постановочки этого театра. И, разумеется, ей встречалась, моей маме встречалась мама Дины. Это великолепно. Еще раз, мир тесен, мир тесен. Ну, давайте, поехали. Встретились мы где? Как обычно, где я все свидания назначаю с девчоночками, с которыми познакомился вон Лине, в наемствах? Правильно, в Гринвиче. Пересеклись сегодня где-то в 2 часа, и пошли. Кушать хочешь? Да, вот я что-то сегодня с утра не ела, а там фудкорт в Гринвиче. Нет, давай в фудкорт не пойдем, потому что там народу, наверное, много. Ну, хорошо, тогда погуляем, или сразу же куда-нибудь есть пойдем в другое место, помимо фудкорта. Тут явно что-то же есть. Да давай вначале погуляем, и там что-нибудь потом по пути зайдем покушаем. Но я кушать не хочу, а Диночка хочет. Все, ничего страшного, нормально. Гуляем по диропарку, тоже этот маршрут, в общем-то, всем нам с вами известен, потому что с одними там из предыдущих, но после Гринвича тоже топали, топали. Ну, не знаю, ищу серьезные отношения, как иначе, нужно, нужно. Скрипты, что называется, выработаны. Гуляем, наслаждаемся, общаемся. Я потихонечку копаю, копаю, мне важно, мне важно знать о девушке. Понятно, да иди, не да иди, исчез, ну и все в этом роде. В общем-то, подходит она, не подходит, высокодуховная, моральная, девчоночка православная, но случайно очутилась на пьюре, или же все-таки нет. Ну, в общем, ладно, не будем тянуть. Она мне рассказывает. Все-таки копал, копал и откопал. Может быть, она это и не хотела признавать, и признаваться в этом, но факты. Значит, девочка у нас увлекается. Можно ли это рассказывать? Ну, как-то сократим. Б-Д-С. Последнюю буковку догадайте. Тематика. И не просто увлекается. Она с постоянной периодичностью посещает по данной тематике фестивали. Ну, она говорит, что изначально ее туда затянуло то, что просто предложили в этой шадре. Давайте там вот есть такое дело, вы там просто порисуете. А потом ее затянуло, и она уже стала участницей прямой. Ну, посетительницей, по крайней мере. Она мне рассказывает, допустим, ситуацию. Ночь. Звоночек. Диночка, приезжай в Уфу. У нас мероприятие. Без проблем. Сорвалась, не спала. В автобус. И бегом в Уфу. В автобусе тоже не спала. Я, кстати, тоже не могу спать в автобусах, в самолетах. Но это очень редко бывает. Прибыла. Как там происходят мероприятия. Разве в этом БДС различные имеются направления. И там как раз такие кружки по интересам были. Такой наклон, сякой наклон, третий кулон и четвертый кулон и так далее. Я говорю, а ты как-нибудь там участвовала? Или ты просто наблюдала, смотрела и какие-то зарисовочки делала? Ну, у нее несколько уже посещений было. Я говорю, она так, ну, вообще нет, но была одна ситуация. Вот, то есть я уже через полчаса ее разговаривал о том, даже меньше, чем полчаса знакомства, потому что она мне рассказывает о ситуации. Слушайте. Латексное кресло. Я об этом не слышал, но теперь буду знать, как типа вот обычного зубного кресла. Ложится она. Ее запихивают в латексный мешок. Полностью герметичный. Я спросил, а как там дышать? Трубочка тебе выдается. С госуслуг, естественно. Затягивается, там он весь в латексе зачем-то. Как у тонкого резерватива, там чувствительность очень большая у этого мешка. И начинают тебя там вот эти вот, ну, сексуальные вещи всякие с тобой производить. Ну, это, конечно, разврат. Это греховные вещи. Это вообще не наша вот эта. А я через полчаса уже докопался. Ну, еще раз, меньше, чем за полчаса уже докопался, что девушка, мягко скажем, нам не подходит для серьезных отношений. К сожалению, ну, вот 2024 год. Реальность, тем более Pure. А что мы ожидали? Ну, как бы я, когда я с ней общался, до такого не дошло. Но в онлайне, когда я с ней переписывался, я не думал, что я... Что вот это вот нам нужно ожидать от культурной, воспитанной, интеллигентной девушки. Ладно, какая разница? Все нормально. Мы никого не осуждаем. Я просто сказал, что мне не подходит. Она и все. И вот что-то вот больно рано мы с вами выяснили, что, ну, девчоночка не подходит. В общем, полапали все. Там ее... Ну, понятно, что она голой полностью была. Голой полностью. Она залазила в этот мешок. Как я сейчас. Да ладно, нет. Шутки шутками. Не забываем, что я в семейниках по дому хожу. Так что все нормально там. Периодически подтанцовываю. Ладно, надо все. Тихо, тихо, тихо. Ну, потом кто-то этот мешок порвал. Мне кажется, что очень много сумасшедших, увлекающихся этой тематикой, потому что это все-таки тесно связано с агрессией. Я немножечко не понимаю то, что... Где кекса, где агрессия. Тем более там такая достаточно серьезная агрессия. Там тебя привязывают, завязывают, вывязывают. В общем, какой-то сумасшедший разорвал этот мешок, а он очень дорогой, оказывается. Потому что там все-таки это... Ну, это как резерватив, там тонкая ткань, все это. Ну, в общем, навес золота. И дико был разъярен организатор. Ну, что поделать? Ну, разъярен, разъярен. Нет, это, может быть, были активисты. Да ладно. Потом она мне что рассказывает? Ну, не совсем мне это было интересно, что она затусила на одной из этих встреч с якобы там сверххудожником. Но на самом деле он был просто обнюхан сахаром. Ну, сами понимаете, каким сахаром. Обнюхан сахар, под сахаром, короче, он был. И поэтому у него гиперидеи присутствовали. И он, давай, что весь мир завоюет. Да у нас тут такие вещи происходят на этом фестивале глобальные. Не вдумайте никому рассказывать эти тайны. Если вы кому-то проговоритесь, то обязательно, ну, совершите русскому назову. Ну, это, ну, бред, бред. Сейчас еще раз носик пишу быстренько. Это вообще, это вот так вот. Она мне сразу же все начала рассказывать. Дальше, дальше, дальше. Идем, идем, идем. Зашли в жизнь Марта. Она покушала. Молодечек, все. Ну, мы так с ней нормально сели. Я на нее не смотрела, как она ела, все хорошо. Я говорю, да можешь молча есть? Да не, не, нормально. То есть она ела и кушала. Фу, ела и кушала и размовляла украинскую мову. И все, и потом она дыла, и мы пошли с ней дальше. Она мне так мельком говорит, вот у меня девушка. То есть она еще и помимо всего прочего бишечка. Увлекается бедой с эсом. И еще и бишечка такая твердая, жесткая, стопроцентная бишечка. Ну, это нормально. Ну, вот такие вот сейчас о времена, о нравы. Как сказал Гай Юрий Цицерович. Это вообще, это невероятно. Ну, тем не менее, пифик, пифик, пифик там происходит ситуация. И у нее было, как минимум, по крайней мере, она мне рассказала про две штучечки отношений с... Мы это осуждаем, это все... Нет, 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 в России это запрещено, но... Еще раз, факты, фиг ты. Дальше у нее были отношения с мальчиком помладше. То есть она любит мальчиков помладше, но говорит, что вроде как они тупенькие. Что с ними нечего делать, не общаться, что они все непроработанные, с какими-то травмами. И в общем-то... Еще она почему-то сказала, что инстинктов в людской природе не существует. Я не стал мучить ее и доказывать, через ее упрямство переходить. Ну, такие вот вещи. Ну, нормально. В общем, бишечка и бишечка. Немножко мы там с ней на философские темы поразмовляли. Я это, разумеется, пропущу. Немножечко анекдотиков было. С ее стороны очень жестких, очень пошлых. Там чуть ли не расчлен... Ну, это не бум. Это все запретные слова. Я такой легкий, разумеется, евреечка. Одесс, одесситский, еврейский анекдот от Аркаши, допустим, северного. Ну, в принципе, еврейский, одесситский анекдотик там советских времен. Спокойненький. Курортик, крымчик, черная морюшка. Студентик на пляже смотрит, поставил вам. О! А там вот в море заходит очень красивая женщина. Прям супер. Все, влюбился. Ну, как же к ней подойти? Пока она купается, он думает, что бы ей сказать-то такое. Все, выходит, девчоночка уже накупалась. И он к ней навстречу так. О! Девушка, а вы не подскажете, ну, не знаете ли вы случайно, какая сейчас температура у водички? А девушка ему ответ. Молодой человек, я лять, а не термометр. Вот так вот, ну, так вот спокойненько такие анекдотички. Я там потравил, она потравила. Ну, и все. Посидели мы на скамейке, потому что она, видимо, ходить не любит. Это я, сами понимаете, Яндекс, да, курьерство, пешее курьерство, все такое. Сидели мы, ну, не час, чуть меньше, минут пятьдесят. В общем-то, я скажу, что мы четыре часа где-то прогуляли. Да, четыре часа. И, помимо всего прочего, она меня, я не просил, я говорю, да не надо, раз мы идем, она живет в центре, от твоего дома в противоположную сторону до моей остановочки. Моя остановочка. Я говорю, да давай, не надо, ладно, у нас демократия все-таки. Не мучайся, что ты мне. Нет, я хочу тебя проводить. И все, допровожала она, потом опять в Жизмарт пошла. Она очень любит такие там bubble tea, там всякие кофеечки разные. Ну, в общем, пусть. Пошла она в Жизмарт, а я на остановочку.